Рыльце-то в пушку? Любовница Маликова родила ему сына? Откровенная ненависть Елены к Марку совсем не вяжется с образом любящей матери, что только подтверждает предательство Дмитрия. Более года назад на свет появился наследник знаменитого композитора Дмитрия Маликова. Марк родился в одной из элитных петербургских клиник по заверению самого Дмитрия от сургатной матери. Но есть основания полагать, что это именно любовница Маликова родила ему сына. И вот почему. Новость о том, что в семье знаменитого исполнителя пополнение буквально потрясла сеть. Но следом за этой новостью шла еще более шокирующая. Выносила и родила малыша вовсе не Елена, а сургатная мать. Уже довольно длительный период времени фолловеры-композиторы отвердят о том, что матери для малыша выступила вовсе не сургатная мать, а любовница Дмитрия. Дело в том, что репродуктивный возраст Елены остался в далеком прошлом. И сама она не могла подарить мужу сына. А композитор уж сильно мечтал о наследнике. Поэтому вполне вероятно, что он решил завести любовницу именно для этой цели. Стоит отметить, что именно в Санкт-Петербурге, куда так часто едет Дмитрий, по слухам проживает его молодая любовница. Тогда вполне логичны частые поездки Маликова в Питер, ведь гораздо спокойнее, когда твоего малыша вынашивают при твоем строгом присмотре. Также стоит отметить еще и частые заявления инсайдеров о том, что у Маликова действительно рыльцы толпушку. Анонимные источники заявляют, что Дмитрия неоднократно замечали с девушкой, совсем не похожей на его супругу. Интересный факт – рождение Марка держали в строгой секретности даже от дочери. А имя мальчика и вовсе подобрались спустя месяц после рождения. Неужели это не странно? Стала бы счастливая мать скрывать от дочери родного братишку. Вряд ли, и уж тем более не отложила бы выбор имени в дальний ящик. Несмотря на столь радостные события, Елена не спешила радоваться. И даже наоборот, она будто всем своим видом показывала, что она крайне недовольна рождением сына. Но почему? Неужели у женщин так и не проснулся материнский инстинкт? Елена никогда не была публичной личностью, а сейчас и вовсе перестала выходить в свет. А застать ее с Марком и вовсе невозможно. Женщина будто намеренно избегает любого контакта с наследником. А в своих интервью подчеркивает, что именно Дмитрий долгие годы мечтал о сыне. И вот его мечта, наконец, сбылась. Все свое свободное время с Марком проводят Стефания и сам Дмитрий. О Елене опять же не слышно, ровным счетом ничего. Исходя из вышесказанного, практически не остается сомнений в том, что сына Маликова родила именно любовница. А Елена смогла смириться с подобным, вероятно, из искренних чувств, супругу. Что, несомненно, далось ей с большим трудом. Субтитры создавал DimaTorzok